ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Во всех общеобразовательных учреждениях республики около 6 тысяч учащихся девятых классов и более полутора тысяч одиннадцатиклассников почти завершили важный этап в своей жизни. Впереди для учащихся государственная итоговая аттестация и связанные с экзаменами переживания и хлопоты. Но в этот майский день именно в их честь прозвучал последний школьный звонок. От всей души поздравляю вас с праздником последнего звонка. Для всех выпускников этот день один из самых волнительных и радостных. Он знаменует окончание школьной жизни и начало нового этапа. Перед вами открывается дорога во взрослую самостоятельную жизнь. Самое главное хочу отметить нашего учителя ОБЖ Ахмеда Умарыча. Это отличный человек. Я ему желаю бесконечного счастья и здоровья. За 11 лет в школе хочется сказать, что школа стала нам как вторым домом. И очень грустно прощаться, потому что я помню, когда я был в первом классе, как радостно воспринимал это время. Не думал, что все так быстро кончится. Отдельное спасибо я хотел бы сказать нашему учителю по физкультуре Сергею Викторовичу. Хороший человек. Казалось, что только недавно мы пришли в первую класс, а уже 11, и как-то не верится. За эти 11 лет эта школа стала нам домом. Мы привыкли к учителям. Большое спасибо многим учителям, которые нас, можно сказать, воспитали. И осталось только сдать экзамены и уже войти в взрослую жизнь. Буквально месяц назад мы еще в этой школе бегали и смеялись, а сегодня мы уже стоим, выпускники. На самом деле грустно. И я хочу пожелать всем выпускникам успешного издачи экзаменов, поступления в престижные вузы. В Карачаево-Черкесии почтили память жертв Кавказской войны. От имени главы республики Рашида Тимарезова участников митинга приветствовал председатель правительства Мурат Аргунов. Он отметил, что вопреки всем невзгодам, народы Карачаева-Черкесии сохранили свою национальную идентичность, богатую культуру и добрые традиции. Стали не просто соседями, а одной большой семьей. Ежегодно в этот день, 21 мая, мы возвращаемся к трагическим событиям Кавказской войны, изменившей судьбы многих народов. Война, длившаяся почти полвека, стала одной из самых трагических событий, отразившихся на судьбах адыгов, абазин, нагайцев, русских, казаков и многих других горских народов. Жернова событий Кавказской войны перемололи сотни тысяч человеческих жизней. Многие представители адыгского и абазинского народов были вынуждены оставить свои родные очаги и долгие годы жить в скитании вдали от исторической родины. К сожалению, историю спят не повернуть. Мы склоняем головы перед павшими в Кавказской войне. В этом году Когда мир стоит на грани катастрофы, это очень важно. Мы должны всем показать, кто с кем. Вот это мы должны там продемонстрировать. То, что Запад хочет на нас санкциями испугать или еще что-то, у них ничего этого не выйдет. Они просто не понимают. Я не знаю, какой дурак там говорит, что Запад должен победить на поле боя Россию. Россию никто никогда не сможет победить. Они об этом забыли. Много лет прошло с тех пор. И вот это надо им по-новому доказать. Мы, духовенство, говорим об одном, что у нас Создатель Всевышний, Он один. И поэтому мы все должны жить в этом. У каждого своя религия, своя национальность. И каждый должен идти по тому пути, по которому создал Всевышний. И все вместе, когда идем, тогда уже мы показываем сплоченность. Если мы знаем это, что Создатель наш один. И этим мы сильны. И никто не сможет нас противопоставлять друг другу, чтобы мы воевали, чтобы мы убивали друг друга. Это самое страшное зло на земле. Всевышний создал человека, и он один имеет право убирать человека, лишать его жизни. Никто другой не имеет этого права. Вот мы должны этим законам жить. В России торжественно отметили День пионерии. В Карачево-Черкесии школьники вместе с представителями Компартии приняли участие в праздничной линейке. Фатима Даурова расскажет подробнее. В убратстве школьного двора сегодня царит красный цвет в интерьере и праздничное настроение среди его обитателей и гостей. Впервые воспитанники образовательного учреждения собираются стать настоящими пионерами. А их наставники утверждают, что бывших пионеров не бывает. Повязав один раз алый галстук на шее, навсегда остаешься причастным к великому детскому движению. Это было очень торжественно и волнующий очень был момент, потому что в пионеры принимали очень достойных ребят. Нельзя было попасть туда просто так. То есть надо было быть примером во всем. Нужно было хорошо учиться, участвовать в общественных делах. Ну, в общем, быть всем примером. И когда мне повязали галстук пионерский, я была очень горда, и что вот я стала пионеркой. Это очень такие приятные воспоминания. Торжественная линейка, парадная форма одежды и красный галстук – символ единства трёх поколений. Октябрят пионеров и комсомольцев. Ребята стоят в одну шеренгу, согнув руку, через которую переброшен галстук. Они уже выучили заповеди пионеров. Обещали верно хранить родители добрых дел, жить в пользу для себя и на радость людям. Быть честными, хорошо учиться, стать достойными гражданами своей мамы и большой Родины. Клянёмся! Сегодня в роли вожатых, которые обычно повязывают галстук к младшим товарищам, члены регионального отделения Коммунистической партии Российской Федерации. Первый секретарь республиканского комитета КПРФ Кемал Быттаев вспомнил тот день, когда он стал пионером. Меня принимали в пионеры в 1985 году. Для меня это была большая честь тогда. Вы знаете, мы тогда, можно сказать, не снимали красный галстук. Потому что нас воспитали, что это была частица Красного Знамени, которая победила в Великой войне. И мы гордостью носили этот галстук. Я думаю, что наши дети, которые сегодня вступают, точно так же будут с гордостью носить эту частичку нашего Красного Знамени. Атрибуты пионерской жизни. Горн, который созывал ребят сигналами на походный марш, на линейку, на сборы. И его музыкальный друг-барабан, сопровождавший строй в ходе шествий и парадов, уже осваивается новоявленными пионерами. Если друга хочешь встретить, на рассвете вместе с солнцем выходи. Пионер шагает по планете, открывая все пути. На свой пионерский путь сегодня встали 10 воспитанников коррекционной школы первого вида города Черкеска, торжественно дав клятву и сказав, всегда готов. Фатима Дорова, Расул Бердия, Вести, Карачаево, Черкесия. В Урубском районе прошли масштабные конно-спортивные мероприятия. Конники состязались в пяти заездах. Первый был посвящен 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Второй, 66-й годовщине возвращения карачаевского народа на историческую родину. Третий – память героя России Канамата Баташева. Четвертый заезд был посвящен поддержке СВО, а спортсмены пятого боролись за приз главы Карачаево-Черкесии. В концертной программе мероприятия участвовали народный артист Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии Алим Газаев, Ислам Малсугенов и Зульфия Чучаева, фольклорный ансамбль «Урубчанка» и другие артисты. Скачки я очень люблю с детства, между прочим. Раньше мы с родителями выходили, но на данный момент теперь сами приходим, любуемся лошадями. Очень красивые лошади – это самые любимые мои животные, конечно. Уровень подготовки, конечно, изменился. Мне кажется, на данном этапе сейчас гораздо все это улучшено и подготовлено. Таких мероприятий раньше не было. Сейчас готовимся мы все, помогаем очищать территорию для данного мероприятия. Ну и, конечно, посмотрите, как красиво все организовано. Концерты – раньше этого не было. В Татарстане завершил свою работу Международный экономический форум «Россия. Исламский мир». Заместитель генерального директора ВГТРК, руководитель регионального департамента ВГТРК, председатель комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества СМИ и массовых коммуникаций Рифат Сабитов на полях форума провел ряд деловых встреч и отметил важность этой площадки в деле укрепления духовных ценностей. И сейчас настало время интервью. Я передаю слово моей коллеге из ГТРК Татарстан. Рифат Абдул-Агапович, интересно, в эти дни в Казани складывается повестка. Казань-форум, визит святейшего патриарха, два мира в одном месте. Как вы считаете, каково значение этих действительно исторических событий? Ну, вообще, на мой взгляд, это уникальный форум и уникальность все в том, что вы правильно сказали, как раз здесь представители и исламского мира, и православного мира, впервые, наверное, на такой площадке представители двух основных мировых религий встретились для того, чтобы обсудить перспективы вообще развития мира, взаимодействия, сотрудничества, выработки некой новой, наверное, философии сотрудничества, добрососедства с тем, чтобы развивалась и страна, и развивался мир именно в парадигме, знаете, понимания общих духовных ценностей, общих духовных и традиционных ценностей для нашей страны. В принципе, эти две религии, они, по сути же, как и все основные аврамические религии, в основе своей имеют, собственно, наверное, абсолютно конкретные и общие для человечества ценности. И обозначить это для того, чтобы развивать и двигаться вместе в развитии, еще раз повторю, и страны, и мира, для того, чтобы, наверное, и был задуман этот форум, и, конечно, замечательно, спасибо огромное организаторам, которые сумели все это организовать, привлечь людей из разных стран, представителей исламского мира, собрать их на этой площадке, и то, что, конечно, приехал сюда патриарх в Сея Руси, это вообще, я считаю, такое уникальное, замечательное событие. Вы уже упомянули вот это сохранение общекультурных, общих ценностей. Общечеловеческих, я бы сказал. Общечеловеческих ценностей, традиционных ценностей. Какая работа в филиалах ВГТРК проводится, насколько эта повестка сегодня важна? Я хочу сказать огромное спасибо Олегу Борисовичу Добродееву, он понимает, как человек государственный, насколько действительно важно в нашей повседневной работе представлять и межнациональные, и межконфессиональные отношения. У нас в этом смысле огромное количество специальных программ, которые мы с вами делаем и в регионах Российской Федерации, и в федеральном эфире. Я очень благодарен коллегам за, собственно, те пять крупных телевизионных марафонов, которые мы вместе сделали, вот особенно тот, который мы сделали в ноябре прошлого года, национальный характер. Собственно, идеология этого марафона, национальный характер, и была построена таким образом, чтобы через традиционные культуры, традиции, обычаи, вероисповедания наших народов показать духовное единение и сохранение нашего огромного культурного потенциала, традиций и как и светских, так и религиозных. Показать, что, в принципе, это не разъединяет, а только объединяет все народы, живущие на территории России. Страна уникальная, это такой, знаете, пример для всего мира, как 193 национальности с разными вероисповеданиями могут мирно сосуществовать и развивать страну. Большое внимание этому уделяется еще и фестивальному движению ВГТРК? Конечно, у нас с вами, да, спасибо, что напомнили, еще и большое фестивальное движение. Мы в среднем в год проводим примерно от 12 до 15 тематических фестивалей. У нас есть как раз специально придуманный фестиваль «Человек и вера». Идеология в том и состоит. Это не программы, которые традиционно рассказывают о том, как надо молиться, ходить в церковь или мечеть, или синагогу, или буддийский храм. А именно здесь вот коллеги пытаются показать значение вообще духовной составляющей в жизни любого человека. И через религию, и через повседневную жизнь, и через историю, культуру народов. Это довольно интересный фестиваль. Мы же приглашаем на круглый стол представителей всех конфессий, ученых, религиоведов, специалистов по межнациональным отношениям, обсуждаем там существующие вопросы. Даже не проблема, проблем я здесь не вижу никаких. Просто они рассказывают и об истории религий основных, опять же, о том, как они развивались на территории России. И вот мы проводили такой фестиваль Чеховернинской назад в Булгаре. И завтра состоится тоже одно из основных мероприятий сегодняшнего форума. Мы были с вами в Булгарской академии, там тоже встречались с ведущими специалистами ислама, представителями светских учебных заведений, которые занимаются этими вопросами. Мы обсуждали, как лучше через СМИ именно эти вопросы поднимать и рассказывать нашим благодарным телезрителям, радиослушателям. И близок к этому фестивалю по своему духу есть еще раз фестиваль, посвященный вещанию на национальных языках. «Голос Евразии», который тоже мы проводим уже в этом году будет шестой фестиваль в Махачкале, в Дагестане, тоже будет национальная республика. И в Татарстане мы проводили, надеюсь, еще будем проводить здесь. Это на самом деле, здесь коллеги-журналисты обмениваются опытом создания программ вот как раз на межнациональные и межконфессиональные темы. С тем, чтобы показать, как из века в век наши народы сохраняют свою самостоятельную культурную парадигму, историческую. И вместе с тем, как они вписываются в общую концепцию сохранения духовных традиционных ценностей, семейных ценностей в нашей стране. Особенно это важно, конечно, и сегодня. Потому что сегодня, что уж там греха таить, ведется совершенно беспрецедентная информационная война против нашей страны, против наших ценностей традиционных. И события, которые сегодня происходят в зоне проведения специальной военной операции, именно и с этим связаны. Попытка сломать, знаете, наши традиции, переначивать нашу культуру, историю, но это всегда плохо заканчивается. Наша с вами задача – говорить всю эту правду, доносить до людей эту правду, историческую, современную, и, в общем, показывать пути развития в будущем. Как вы наблюдаете запрос аудитории именно на такой контент? Растет? Ну, я вам скажу, что да. Потому что любому нормальному человеку всегда интересно, кто он, откуда он появился, каковы традиции и общечеловеческие, которые здесь присутствуют у нас в нашей стране, и конкретно каждой нации, национальности, каждое миросповедание. Это, в общем, такая, я считаю, что очень правильная и, я бы сказал, очень ответственная миссия просветительства, в данном случае, наша с вами. Я очень благодарен коллегам, что, в общем, довольно успешно эту задачу мы вместе решаем. Потому что у нас есть обратная связь, есть связь со зрителями, слушателями, и мы понимаем, создавая такие программы, общаясь вместе, для чего и проводим такие фестивали, делаем такие марафоны, как нашу с вами работу совершенствовать и улучшать. Это в хорошем смысле, знаете, пропаганда именно, в хорошем смысле пропаганда наших традиционных, еще раз повторюсь, семейных, культурных, исторических, религиозных ценностей. Для того, чтобы сохранить страну, все это надо сохранять и развивать.